друзья вот теперь добрый день добро пожаловать мы сегодня с вами будем говорить говорить и слово божьего мне бы хотелось сегодня вместе с вами продолжать размышлять на тему на которую мы размышляли в прошлый раз не в прошлое воскресенье в позапрошлое мы говорили о том что значит принадлежать принадлежать богу принадлежать церкви принадлежать семье что это выбор каждого человека и тогда для проповеди я избрал такую тему что мне никто не нужен так говорят люди которые по сути своей не понимают и не знают что значит принадлежать сегодня свое слово я назвал так чужой среди своих и это тоже знаете мысль которая бывает в жизни человека человек находится в определенном обществе и мы говорим о церкви он находится в церкви но чувствует себя чужим вроде бы люди вокруг свои и они называют себя своими называют братьями и сестрами говорим о том что мы семья но человек говорит я какой-то чужой но знаете вспоминая название одного фильма можно было бы сказать что но он чувствует себя своим среди чужих что-то не так пошло в жизни человека он вроде бы познакомился с церковью познакомился с богом но что-то не произошло в его жизни он почему-то остается чужим среди тех людей которые должны были бы для него быть своими и конечно можно привести очень много различных доводов к тому что церковь не приняла человека что где-то отвергли его или еще что-то подобное но я бы хотел посмотреть на всю эту ситуацию с позиции самого этого человека с нашей с вами позиции потому что это касается каждого из нас это позиция прежде всего эмоциональных отношений в том обществе в котором мы находимся эмоциональных отношений в церкви это ну как бы мы наверное бы сказали по-библейски может быть душевные отношения это то что с чего человек в принципе начинает какие-либо отношения в своей жизни или должен был бы начинать знаете мы еще по-другому мы называем эти отношения дружескими нам бы хотелось чтобы в том обществе в котором мы находимся у нас были друзья и когда мы говорим о дружбе вспоминается сразу некоторые фразы или знаменитые такие слова которые были сказаны один человек сказал знаете имея таких друзей и врагов не надо и вот тот человек который чувствует себя чужим среди своих он иногда говорит ну да год есть друзья у меня с такими друзьями врагов не надо а еще мне вспомнилось когда я начал размышлять об этой теме строки из песни ну наверное одного из самых таких запоминающихся авторов поэтов певцов двадцатого века владимира высоцкого вы помните там про друга который я себе даже нашел специально этот текст я не знаю эту песню полностью но вот интересно то что вот эти первые строчки их наверное помнит каждый человек который так или иначе родился в двадцатом веке и некоторые которые уже в двадцать первом тоже наверно могут знать если вдруг оказался друг и не враг и не друг и не враг а так если сразу не разберешь плохо он или хорош парня в горы тяни рискни не бросая одного его пусть он в связке в одной с тобой ты поймешь кто такой помните да а в конце он заканчивает и говорит так значит как на себя самого положить на него если этот человек оказался другом для нас настолько важными оказываются отношения которые мы строим в любом обществе и осознаем мы это или нет мы определяем эти отношения понятием дружбы есть у меня друг или нет у меня друга не имею я эти близкие отношения или не имею и когда я смотрю в слово божие знаете я нахожу очень много мест которые говорят именно о дружбе и о том об этих отношениях какие они наверно одно наверное самых замечательных когда о человеке в библии сказано что его могли назвать другом божием правда когда вот где свидетельство о том что сам бог для человека друг и этот человек друг для бога про такое сказано про авраама он назван другом божием в послании иакова 2 главе 23 стихом иаков говорит так веровал авраам богу и это вменилась ему в праведность и он наречен другом божием далее мы можем сказать что про моисея сказано что-то подобное и в книге исход 33 глава 11 стих написано так и говорил господь с моисеем лицом к лицу как бы говорил кто с другом своей давид был известен как муж по сердцу бога и это тоже наверное вот те самые отношения по сердцу это когда твое сердце оно прилепляется к кому-то и ты говоришь что этот человек близок он близок к моему сердцу близок мне по духу в подобное произошло наверное с иоаннафаном когда он слушал как давид отвечал его отцу царю саулу и написано что его сердце прилепилась к нему он духом своим как бы он полюбил этого человека он увидел в нем что-то такое что соответствовало его духу это было настолько замечательно в первом царстве 17 главе буквально с первого стиха об этом написано знаете но встает еще один вопрос а что иисус говорил что сам иисус христос говорил о дружеских отношениях что он говорил о том как он относится к дружбе и в евангелии от иоанна мы можем найти эти слова в 15 главе с 12 стиха написаны следующие слова это есть заповедь моя да любите друг друга как я возлюбил вас нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих вы друзья мои если исполняете то что я заповедую вам я уже не называю вас рабами ибо раб не знает что делает господин его но я назвал вас друзьями потому что сказал вам все что слышал от отца моего знаете христос обращается к своим ученикам и он говорит есть заповедь которую я даю вам любите друг друга и он говорит о том что самое наверное такое великое самое замечательное что в жизни человека есть может быть как проявляется любовь это когда один готов пожертвовать своим ну я бы даже сказал нет не столько жизнью наверное христос больше говорит не о том чтобы жизнь отдать он говорит положит душу свою то есть делает все для того чтобы угодить чтобы помочь другу это те отношения которые бы мы хотели иметь в своей жизни знаете некоторые люди называют многих людей друзьями но по сути своей в русском языке есть слово которое бы по-другому определил оба эти отношения приятель товарищ соработник но друг это что-то большее вдруг это когда две души можно сказать соединяются в одно целое один из великих философов греческих философ аристотель однажды дал определение дружбе и сказал так дружба это когда одна душа живет в двух разных телах ну мы знаем из писания что-то подобное когда мы читаем с вами бытие 2 главу 24 стих там написано о том что муж и жена то есть муж оставит родителей своих и прилепится к жене свои двое станут одной плотью я сейчас говорю именно о том когда две души соединяются в одно целое знаете вот из этого всего можно увидеть одну большую общую картину что дружеские отношения это наверное самое высокое в любых человеческих отношениях которые мы можем иметь на этой земле а брак это высота этих дружеских отношений это то что соединяется то что господь предназначил для человека и человек соединяясь не просто физически иногда некоторые люди думают о том что в браке люди соединяются физически и вот именно интимные отношения являются вверхом их отношений но это не так по разным причинам у людей в браке может не быть интимных отношений но остаются отношения брачные и то что проявляется на этой земле прежде всего это дружеские отношения отношения которые соединяют в одно целое ведь прилепиться это и есть соединиться с душою с другим человеком стать одним целым но знаете а бог предназначил для нас не просто прилепиться в браке муж к жене жена к мужу бог дал нам эти отношения и они проявляются как я в прошлый раз говорил они проявляются в наших отношениях с богом и наше отношение с богом они не просто духовные они еще и эмоциональные они душевные слово божие говорит возлюби господа бога своего всем сердцем своим а что такое любовь да мы научились говорить что любовь это не не только чувство это действие но ведь это же еще и чувство правда то что мы переживаем чувство которые связанные с действиями не как иначе не просто чувство не только действия но действия которые идут от определенных чувств которые мы переживаем это эмоциональная близость самим богом церковь для нас становится тем местом где мы должны найти вот эту эмоциональную связь чтобы не просто называть друг друга братьями и сестрами но еще и стать друзьями конечно другом не станешь с каждым человеком которого встречаешь в доме божьем но и в этом же обществе в этой семье мы находим друзей и это нормально когда мы должны их ну найти и что-то сделать для того чтобы быть дружелюбными писание очень много раз призывает нас быть дружелюбными но давайте с вами вспомним знаменитый стих и из притчи 18 главы 24 стих многие когда говорят о дружбе цитируют его здесь написано так кто хочет иметь друзей тот и сам должен быть дружелюбным и знаете обычно почему-то здесь останавливаются хотя вся полнота этого стиха во второй части его там написано и бывает друг более привязанной нежели брат знаете когда нам хотят сказать о том что ну тебе надо в церкви обрести дружбу ведь ну тебе надо быть дружелюбным а что значит быть дружелюбным как это это быть милым ни с кем не спорящим это быть каким это со всеми соглашаться это делать все о чем тебя просят что значит быть дружелюбным знаете на самом деле мы почему-то именно на этот вопрос не находим ответа почему потому что мы можем быть сначала милыми соглашающимися делающими все что нас попросят но в какой-то момент наш внутренний голос говорит да почему я а как они а почему они не делают то что то что я делаю почему именно я должен это делать а другой никто не должен делать но знаете во второй части этого стиха написано бывает друг более привязанный нежели брат есть братские отношения братско-сестринские отношения это отношение по крови но слово божье говорит так бывает друг более привязанный и знаете что удивительно вот это слово привязанный это то же самое слово что в бытие во второй главе в 24 стихе говорит прилепиться знаете это действие которое производит человек это не просто соглашаться это эмоционально не просто быть принятым но принять того человека с кем ты строишь отношения это принять прежде всего Бога как мы говорили в прошлый раз это принять церковь такой какая она есть ее недостатками мы способны вместе с Божьей помощью изменить многое в церкви но нам сначала нужно полюбить ее эмоционально внутренне согласиться с тем что церковь это творение Божие и я люблю ее какая бы она ни была это в браке мужу прилепиться к жене своей а жене прилепиться к мужу своему и знаете вот что удивительно в различных местах в слове Божьем это слово используется как раз по отношению к разным категориям в песне песней в 7 главе 11 стихом написано так я принадлежу другу моему и ко мне обращено желание его то есть та невеста говорит о своем муже говорит я принадлежу ему он друг мой у них есть близкие дружеские отношения а в книге Иисуса Навина 23 глава 8 стих написано но прилепитесь к Господу Богу вашему как вы делали до сего дня и вот это слово прилепитесь это то же самое слово что в Бытие 2 глава 24 стих прилепитесь к Господу то есть сделай что-то для того чтобы соединиться с Богом Псалом 62.9 написано так к тебе прилепилась душа моя десница твоя поддерживает меня еще говоря о прилеплении человека к человеку в книге Руф 1 глава 14 стих рассказывается про Руф как она поступила со своей свекровью написано так они подняли вопли и опять стали плакать и Орфа простилась со свекровью своею а Руф осталась с нею и слово осталось это то же самое слово прилепиться она прилепилась буквально к ней она приняла решение что она не оставит ее знаете Наиминь говорила своим невесткам ну все ваши мужья мои сыновья умерли все вы свободны идите живите найдите себе других мужей рожайте детей пусть в вашей жизни будет все хорошо и они сначала не хотели ее оставлять но она их уговаривала и тяжело было вот это расставание и написано о том что Орфа она все таки простилась со своей свекровью но Руф сказала нет ее душа она буквально прилепилась к ней это соединение больше чем просто согласие это соединение больше чем мы просто можем согласиться идти одним путем или взяться за руки и вместе что-то делать это когда души буквально сплетаются знаешь Бог предназначил нам чтобы наши души они сплелись с ним чтобы наши души в церкви сплелись друг с другом мы единомысленны были и единодушны как говорит апостол Павел в поклонении Богу и это действие которое человек делает намеренно направленно прилипаясь к Богу к церкви а в браке муж к жене а жена к мужу это не то что происходит само собой это не то что происходит как бы так вот я ну как бы я в принципе не планировал этого но это произошло когда человек не планирует и не делает этого то он остается чужим среди казалось бы своих у него возникает вот это внутреннее чужой среди своих и кажется что мир более свой в этот момент чем те которые меня окружают в том обществе в котором я нахожусь в церкви Божией мы остаемся еще в мире но слово Божие говорит отделитесь, осветитесь это значит не принимай принципы этого мира живи по принципам Божьим прилепись к Богу как в различных местах об этом сказано буквально эти отношения отношения человека и Бога отношения человека в церкви отношения человека в семье это некая синергия это не просто соединение это своего рода как химическая реакция которая происходит когда два элемента соединившись уже не отделимы друг от друга они обретают новое качество это не смесь это именно химическая такая реакция если вот говорить языком науки и знаете мне еще одно место с вами хотелось посмотреть где Иисус говорит с Петром мы знаем достаточно хорошо наверное это место если мы читали хотя бы один раз Евангелие от Иоанна 21 глава в самом конце рассказывается история о том как Иисус встречается со своими учениками когда они ловили рыбу Иисус был распят похоронен он воскрес но еще ученики ничего не понимают они не знают что им делать и Петр говорит ну что сидеть на месте пойду ловить рыбу и ученики другие говорят и мы с тобой вот они ловят рыбу и потом им на берегу является Иисус и вот тот знаменитый разговор Иисуса с Петром на берегу Галилейского моря где он просто обращается к сердцу Петра и задает ему различные вопросы Евангелие от Иоанна 21 глава с 15 стиха мы читаем когда же они обедали Иисус говорит Симону Петру Симон Ионин любишь ли ты меня больше нежели они Петр говорит ему так Господи ты знаешь что я люблю тебя Иисус говорит ему поси ангцев моих еще говорит ему в другой раз Симон Ионин любишь ли ты меня Петр говорит ему так Господи ты знаешь что я люблю тебя Иисус говорит ему поси овец моих говорит ему в третий раз Симон Ионин любишь ли ты меня Петр опечалился что в третий раз спросил его любишь ли меня и сказал ему Господи ты все знаешь ты знаешь что я люблю тебя Иисус говорит ему, паси овец моих. К сожалению, в русском переводе, в русском синдальном переводе, мы не видим глубины разговора Иисуса с Петром. Мы понимаем, о чем разговор идет, но ни один нюанс остается незамеченным. И Иисус, помните, мы прочитали в 15 главе, сказал, вы друзья мои, я больше не называю вас рабами, я не господин вам, но вы друзья мои. Почему? Потому что Отец принимает тех, кого Иисус принял, кто через жертву Иисуса приходит к Отцу, Отец принимает их в свою семью, Иисус говорит, вы друзья мои. И когда Он задает Петру вопрос, Он ему спрашивает, любишь ли ты меня? И Он спрашивает его буквально следующее, можешь ли любить ты меня жертвенной любовью, так, как Я тебя возлюбил? Это значит отдать душу свою за друга своего. То, что в 15 главе написано. А Петр отвечает ему, Иисус, ты знаешь, я люблю тебя как друг. Я не могу любить тебя пока, как ты меня любишь. Я люблю тебя просто как друг. А что это значит для Петра? А он осознает, что в тот момент, когда Христа взяли, он вроде бы попытался его защитить, но Христос его остановил. А потом он был на дворе первосвященника, и когда сказали, ты вроде бы был с ним, ты тоже галилеянин, мы видели тебя рядом с ним, он говорит, нет, нет, вы ошиблись, вы не о том подумали. Это вот та дружба, которая была в сердце Петра, и он осознавая это, говорит, Иисус, я не могу тебя любить так, как ты меня любишь. Я могу тебя любить как друг. Но послушай, с этого что-то начинается, Иисус его не упрекает, он ему говорит, мы читаем, он ему говорит, паси ангцев моих, займись делом вновь созданной церкви. Иисус создал церковь свою, врата до нее не одолеют, и она состоит из людей, жизнь которых, отношения которых начинаются с дружеских отношений, с эмоциональных отношений, вот с этих душевных отношений, он говорит, начни трудиться в той созданной церкви, которую я создал на этой земле. Во второй раз он ему задает тот же самый вопрос, и Петр опять отвечает ему так же, и он опять ему повторяет, «Трудись, делай что-то в церкви», потому что если ты не будешь делать, у тебя не будет этих отношений, ты не сможешь прилепиться к ней, это все равно, что как в браке, если ты не будешь являть любовь, ты не прилепишься, муж не прилепится к жене, жена не прилепится к мужу. Если муж не будет дарить жене цветы, говорить ласковые слова, заботиться о доме, приносить финансы в дом, если он не будет этого всего делать, жена скажет, «Да ты не муж мне». Правда? Если жена не будет заботиться о муже своем, проявлять ему любовь, утром вместе с ним приготовить ему завтрак и вместе с ним посидеть за одним столом позавтракать, если она раньше не уходит, погладить ему ту самую его любимую футболку или рубашку, позаботиться о том, чтобы он где-то, может быть, имел даже время отдыха, или просто побыть с ним и помолчать, когда он не хочет разговаривать, в этом проявляется ее любовь. Но если она не делает этого всего, то муж скажет, «Слушай, вроде бы по паспорту ты мне жена, а по сути таковой не являешься». Христос говорит в церкви, мы прилипляемся к ней, когда мы пусть эмоционально, душевно сначала, мы начинаем что-то делать вместе с теми людьми, которые нас окружают. Для тех людей, которые нас окружают, мы становимся одним целым через дружеские отношения. Ты можешь сколько угодно ждать, что кто-то придет и проявит тебе вот эти дружеские отношения. А ведь в церкви люди проявляют это, проявляют добрые отношения, открывают свои сердца, но только от каждого из нас зависит, останусь ли я чужим среди своих, или я стану дружелюбным, то есть я откликнусь на то, на те отношения, которые проявляют другие. Мы вместе будем трудиться для Царства Божьего. Но третий раз Христос задает Петру вопрос. И вот здесь вся трагичность, наверное, ситуации, почему опечалился Петр. Христос говорит Петру, послушай, Петр, любишь ли ты меня как друг? И Петр от этого огорчился. Он огорчился от того, что его отношения со Христом всего лишь на дружеских отношениях, а значит он где-то может отступить в какой-то момент. И Петр говорит, да, ты все знаешь, так и есть, пока я всего лишь друг. Но это больше, чем Иуда, который ходил со Христом и в итоге предал его. И Христос, когда встречал его, говорит, друг, целованием ли предаешь меня? Но отношения Петра это больше, и Христос говорит ему, паси овец моих. И знаете, в 18 стихом написано следующее. Христос говорит Петру, истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то простерешь руки твои, и другой припояшит тебя и поведет, куда не хочешь. Знаешь, он говорит, все начинается с того, что входя в какие-то отношения, мы сами принимаем решение, с кем мы хотим дружить, с кем не хотим, что хочу делать, что не хочу. И это, в принципе, сначала приятельские отношения, а потом это перерастает в более глубокие дружеские отношения, если мы находим отклик в сердце другого человека. Но Христос говорит, вот та самая любовь, которую он явил своим ученикам и каждому из нас, та самая любовь, про которую он спрашивал у Петра, она однажды наполнит его сердце. Впрочем, как и сердце, каждого из нас, она наполнит. И тогда это уже будут не просто эмоциональные, душевные отношения, это будут духовные отношения. Когда наподобие, как однажды ученики воскликнули, сказали Иисусу, Он сказал, не хотите ли вы уйти? Они говорят, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Тогда это было просто откровением, но Христос говорит, это станет частью вашего естества. И он опять говорит Петру о том, чтобы он трудился в той церкви, которую Христос создал. Знаешь, мне хочется сегодня сказать, мы вместе можем явить славу Божию, и она начинает являться в наших отношениях, внутри церкви, в наших отношениях с Богом, в наших отношениях в Доме Божьем, с Церковью Божьей, в наших отношениях, в наших семьях, когда мы прилепляемся друг к другу, когда мы прилепляемся, мы принадлежим Богу, когда мы принадлежим Церкви, когда мы в своей семье, муж принадлежит жене, жена принадлежит мужу, дети принадлежат семье своим родителям, родители принадлежат своим детям, это самая высшая степень отношений, когда эти отношения наполнены сначала дружеской любовью, потом, когда мы идем за Богом, они наполняются той самой любовью Агапы, той любовью жертвенной. Большая степень любви, о которой говорит Христос. И мы являем своей жизнью Его славу. Знаешь, мне хочется тебе сказать, если ты сегодня чувствуешь себя как чужой среди своих, тебе нужно начать трудиться. Трудиться для Бога. Тебе нужно начать трудиться в том, чтобы прилипаться к Богу, к церкви, если ты чужой среди своих в своей семье, начни прилипляться эмоционально, духовно, физически к своей семье. Начинай трудиться, начинай что-то делать. Без труда не будет ничего. В книге «Экклесиаста» в 4 главе написано о том, что двоим лучше, нежели одному только тогда, когда у них есть труд, и они получают доброе вознаграждение в труде своем. Поэтому хочется сказать, церковь, давай будем трудиться. Трудиться для того, чтобы наши отношения были явлением Его славы. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok